Серьезно, да? Очень много фильмов присутствует. Я мистер красноречия сейчас, сейчас, подожди. Отойди еще раз, да. Всем привет, это киноборода, я ходил в кино, что я посмотрел. Новый фильм Саши Барона Коэна «Братья из Гримсби». О чем он? Фильм начинается с жаркого секса с Сашки и Рэббл Уилсон, его жены по фильму. Я тебя тоже. Мы берем эту. Сынчик живет в Гримсби, это какой-то зачуханный райончик. А еще у него ебать детей. А также брательник, которого он не видел уже 30 лет. И, кстати, он работает в Ми-6. Связь установлена, агент Грэйвс. Цель движется. Альфа-1 уходит. Дальше через сцену по динамике и наполнению не уступающему любому из топовых боевиков нам показывают самого этого брательника. Сосед Саши случайно находит этого брательника. Ну и Саша, естественно, едет его искать, находит. И дальше у них куча приключений. На самом деле, сюжет-то не особо важен. Ведь это фильм Саши Барона Коэна, и на него нужно сходить. Абсолютно все сцены в фильме сняты на ручную камеру. Видимо, штатив дома забыли. Зато не забыли коптер. Но тут ручная камера, она делает зрителя ближе к фильму. Если вы знаете, кто такой Саша Барон Коэн, и вам нравятся его фильмы, просто не задумываясь, идите на него. Давайте веселиться в меру. Если вы не знаете, я чуть-чуть расскажу. Шутки основаны на зашкваре и еще большем зашкваре. Если вы знаете, о чем это, и вы сидели когда-либо в интернете. Но без соблазня агента в зеленом платье. Ее трудно не заметить, она сногсшибательно красива. И впрямь сногсшибательно. Вам в номере убраться? Сверху донизу. Языком интеллигенции зашквар это когда перегибают палку все время. Перегибают таким образом, что палка прокручивается на 5000 градусов. Тебе кто-нибудь говорил, что ты прекрасная женщина? Только гость по имени мистер Биль Козби. Масса юмора про секс, про детей и наркотики, про наркотики и детей, про футбольных фанатов в этом фильме, ну как бы тематический. Про убийство тоже, да. Шутки про то, что убийство это весело. А также куча-куча-куча ссылок на все самое классное, что делали когда-либо в кинематографе или где еще-либо. В этом дротике яд. Я умру через 90 секунд, если ты его не высосешь. Ты либо сосешь мне мошонку, либо даешь мне погибнуть. Хорошо. Какую надпись хочешь на своем надгробе? Версу Спарк смотрит младенец, ему нравится. Яйца соси! А какой шрифт использовать? Или шестилетний паренечек пи*** пока по яйцам. В фильме всплывают такие персонажи, как Дэниел Рэдклифф и Дональд Тромп. Подоб***ли производителей фильмов Форсаж. Качественно передана атмосфера неблагоприятных районов Лондона и... Африки? Да, Африки. Я каждый раз удивляюсь, какой он удается перевоплотиться в ту или иную роль. И он опять это сделал просто на все пять баллов. Что? Педик? Оно отошел от него! А еще похоже, что у меня появилась новая любимая актриса. Рэббл Уилсон. Она охуенно сильно играет и в этом фильме тоже. Ну вот мы и снова в раю. Это же твой брат! Где тебя носило столько лет? Занят был. Кстати, поздравляю. Какой срок? Я не беременна, просто с жирком. Помимо зашкварного юмора в фильме присутствует очень много сцен отвратительного содержания. И смотришь на это примерно так. Также даю этому фильму награду «Золотая борода» за самый необычный секс с участием животных. Я не заспойлерил там, да? А вот это уже полный пи***ц. Давайте-ка я угадаю, что вы сделаете после просмотра этой кинобороды. Вы сделаете лайк, а также репост, а также подпишите себя и своего друга по парте. Ты прям вынуждаешь меня что-то сказать, парень. О чем он? О чем он? А еще я плююсь в камеру. Субтитры сделал DimaTorzok